Трамп ограничил на 3 месяца въезд в США гражданам Ирана-Ирака, Сирии-Емена, Ливии-Судана и Сомали. На 4 месяца приостановил прием беженцев из Сирии. Еще распорядился достроить, наконец, стену с Мексикой. Эта стена – великий американский долгострой, который возводят с 1993 года и никак не закончат. Граница длинная, 3145 километров, построена только треть этой условной стены. Условно, так как большая часть ее похожа на стену Яценюка. Трамп – строитель и решил объект закончить и сдать в эксплуатацию. Есть и дополнительный стимул. У Китая есть великая стена, а у США – нет. Неприлично, у каждой великой нации должна быть своя знаменитая стена. Даже у израильтян она есть, так как Израиль – страна не длинная, то и стена плача тоже не длинная. Зато глубокая. Археологи начали искать ее основание, закопались на 20 метров, но вроде как и не нашли. Под стеной плача оказалась другая стена из циклопической кладки. Многотонные блоки, расколки засекретили, видимо, чтобы арабы не сказали – это мы строили. Если копнуть глубже, то с ограничением въезда граждан из указанных стран почти как со стеной плача. Очень обиделся президент Ирана, уважаемый Хасан Раухани. Он 28 января пообещал ввести симметричные меры – не пускать граждан США в Иран. Правда, они туда и не стремятся. Иранцы, идущие в США, тоже единичные и считаются кем-то типа нацпредателями. Это почти так, как если бы Ким Чен Ын и Дональд Трамп взялись и запретили обмен туристами между КНДР и США. Очень легко запрещать то, чего нет. С шестью остальными странами тоже все достаточно прозрачно. Трамп не хочет, чтобы из них приезжали потенциальные террористы. Решил осложнить им проникновение в США и, вероятно, по совету соответствующих служб. Два американских суда откорректировали распоряжение Трампа, уточнив, что оно не касается тех, кто уже в пути. Ситуация у Трампа такова, что какое решение бы он не принял, оппоненты все равно предадут его уничижительной критике. Если Трамп упростил бы въезд в США из этих стран, то его обвинили бы в надрыве национальной безопасности, и к его титулу друга Путина добавился бы еще пособник Аль-Каиды. Но он въезд ограничил, поэтому он стал просто врагом прав человека. Трамп, заботясь о безопасности американцев, подал пример полезный и актуальный из-за активизации террористической деятельности спецслужб РФ в Украине. Запрещать въезд в Украину граждан РФ, возможно, пока не следует, но можно предложить им при въезде давать подписку о том, что они осуждают аннексию Крыма и оккупацию Донбасса России, а также деятельность террористических группировок ДНР и ЛНР. В них не состоят и поддержки им не оказывают. Аналогичную подписку следует брать также с граждан Украины, проживающих на временно оккупированных России территориях. В случае отказа от дачи подписки, до свидания на три года. Вполне достаточный срок для размышления. Совсем от диверсантов это не избавит, они персоны уживые, но будет что предъявить им при задержании, и заодно узнаем, сколько порядочных людей живет в РФ. Сергей Климовский, кандидат исторических наук, историк и археолог.